Добрый вечер, дамы и господа. Вот мне 50 лет. Очень странно это звучит на самом деле. 50 лет для меня. Я себя, конечно, ни на какие 50 лет не ощущаю. Это абсолютно точно. Но это какая-то для меня такая странная, абстрактная цифра. Впрочем, как и 49, как и 45, как и 40. Не зная, возраст, наверное, определяется все-таки не длительностью в жизни, а состоянием, состоянием организма. Вот организм мой, он по-прежнему не чувствует разницы между какими-нибудь 20 годами и 50. Для кого-то, наверное, есть существенная разница. Да вокруг меня куча людей, которые в 20 лет ведут себя так, как будто им 100. Но почему нет? Каждый рождается и умирает таким, каким он хочет или каким может. Вот я не повзрослел в этом смысле. В физическом... В физическом состарился, конечно. Безусловно, когда я смотрю на свои старые фотографии 20-летней или 30-летней давности, то я вижу дикую разницу. Противно не иметь волос на голове, противно носить очки, противно... Ну, много чего противно. Вот. Не иметь той подвижности тела, которая была в молодости, вот это вот действительно противно. Да, такого нет. Это все ушло. Но мозги остались такими же быстрыми и такими же наглыми. И желание похулиганить, оно не проходит. И то, что я умру хулиганом, умру панком, это совершенно несомненно. То есть, ну, наверное... Я не знаю, что стало с каким-нибудь Чонни Роттеном, как он себя ощущает в этом смысле. Не трудно сказать. Я с ним не разговаривал никогда. Пахом с ним общался. Ну вот Пахом, я думаю, такой же мудак, как и я. В этом смысле такой же фрик. Идиот, хулиган, кто угодно. Но не взрослый человек. Несмотря на то, что у него взрослый сын и все такое прочее. И проблем всяких много. Как раз без проблем. Ну, что отличает человека моего возраста от человека, которому 18 лет. мне пришло в голову, что, наверное, наличие больших проблем. Может быть, проблем со здоровьем. Да нет. В 18 лет можно иметь любые болезни на самом деле. Я помню, что в детстве у меня был гайморит, были какие-то страшные головные боли постоянно. И что, как бы, это как-то те мои головные боли отличаются от того, как-то у меня болит голова сейчас. Нет, ну, у меня не было в детстве язвы желудка. Да, вот этого не было. Это правда. Я не испытал очень многих вещей в детстве. Сейчас я о жизни знаю гораздо больше. То есть приобретен лично персональный опыт. Попробовал я на своей шкуре очень много всякого дерьма. Я думаю, что, дай бог, каждому иметь такой опыт. Нужен ли этот опыт? Обычно люди моего возраста говорят да, он нужен. Но он нужен для того, чтобы, например, достоверно снимать кино. Или в чужом кино, в чужих произведениях видеть фальшь. Если человек этого не знает, то я, конечно, могу различить, что правда, что неправда. Ну и все. Этот опыт дает ли мне больше возможностей в жизни? нет, он мне не дает больше возможностей. От того, что я что-то знаю лучше многих, это тоже мне не приносит ничего. Ни счастья, ни денег, ни больше славы. Нет, ничего. Но я могу сказать, что я могу делать там качественные какие-то продукты, да. То есть, что я научился за свои 50 лет не вальшивить в искусстве. Вот это да, о это я научился. Ценно ли это? Я не знаю. Я не знаю. Это судить не мне. Я могу просто сказать, что вот да, я это могу. Ну вот, пожалуй, и все. Это вот мои дурацкие выводы об этой жизни и о том, что такое 50. Ну и спасибо всем людям, которые поздравили меня в социальных сетях, а также тем людям, которые поздравили меня вне социальных сетей. Завтра я сделаю еще, собственно говоря, мой день рождения еще не наступил по нашему календарю американскому. Он наступит только завтра. Еще это завтра не наступило. То есть, у нас еще не 5 февраля, а только 4. И завтра я сделаю такой юбилейный, юбилейный, ну, юбилейный не в смысле ютуба, а в смысле моего полтинника. Обзорчик на пивасик, который мне подарили накануне. Вот. Еще покажу какие-то штучки, дрючки. Вот и все. Спасибо за внимание. Чао-чао. Подписывайтесь на канал. С вами был по-прежнему Олег Маврамати. 50-летний Олег Маврамати. Смешно.